Барселоне интересен нападающий из вилле Реала. Реал интересуется защитником спортинга. Синие надеются подписать Мартинеса. Барселона нацелилась на игрока, которого хочет купить мадридский Реал. Лионель Месси может продолжить карьеру в США. В трансфере нападающего ПСЖ заинтересован Интер Майами, сообщает The Athletic. Кевин Де Брюйне намекнул, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним. Мне уже 31. Не знаю, что будет через 4 года. Франк Кисье не уйдет из Барселоны в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб уверен, что футболист не покинет команду в январе. Стефани Фраппорт назначена главным арбитром на матч Лиги Чемпионов. 38-летний рефери будет работать на игре шестого тура между Реалом и Селтиком. Россия не сыграет с Боснией Герцеговина 19 ноября. Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил, что матч, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, не будет сыгран в эту дату. У Ромео Лукаку вторая травма с начала сезона. Снова проблемы с бедром. Он пропустит матчи Интер с Баварией и Ювентусом. Жерар Пике попал в расширенный состав сборной Испании на Чемпионат мира. Луис Энрике включил в защитника Барселоны список из 55 игроков, претендующих на поездку на турнир. В Реале считают, что Барсу в начале сезона судят мягче, чем мадридцев, утверждает АЭС. В Мадриде обеспокоены и недовольны этой ситуацией. Карагер о Ливерпуле. Поражение от лица не просто осечка. У Клопа серьезные проблемы. Эрик Тенхак высказался о будущем Давида Дехея в команде. Сейчас мы сосредоточены на предстоящих матчах, но дальше будет перерыв на Чемпионат мира, и тогда мы подумаем. По данным The Guardian, Манчестер Юнайтед является первым в очереди на подписание звезды спортинга Абдулла Исахаку. 18-летний игрок будет играть на Чемпионате мира в Катаре в составе сборной Ганны. Ньюкасл является одним из нескольких клубов премьер-лиги, которые следят за нападающим Миттью Ланда Густавом Исаксоном, сообщает Express. Футбол Инсайдер сообщает, что главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте получил хорошие новости от главы клуба. Президент дал зеленый свет итальянцу на большие траты уже в январе 2023-го. Арсенал проявил интерес к подписанию форварда Орландо Сити Факунда Тороса, сообщает Evening Standard. Челси планирует подписать нападающего Брайтона Леандро Троссарда уже в январское трансферное окно. Сообщает The Express. Итальянское издание Calcio Mercato сообщает, что Тоттенхэм и Вестхэм лидируют в гонке за полузащитником Аталанты Руслана Малиновским, который потерял место в составе Бергамасков. Украинская ассоциация футбола предложила FIFA не допустить участия в футбольной сборной Ирана в чемпионате мира. Московская Динамо зимой может подписать опорного полузащитника. Игрока на эту позицию бело-голубые будут искать в том случае, если Матиас Норман продолжит оставаться в клубном лазарете. Агент-защитника Марселя Самуэля Жиго допустил возвращение своего клиента в Спартак, за которым выступал в период с 2018 по 2022. Левандовский не попал в заявку Барселоны на последний матч сезона в Лиге чемпионов. Сайт Интерлайв сообщает, что Челси заинтересован в подписании контракта с форвардом Интера Лаутаро Мартинесом уже в январе. Биль Гейс разочаровался им возвращением на Стефор Бридж и не хочет больше там играть. Поэтому стороны обсуждали очередную аренду. Но на фоне новостей о том, что Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, хотя заполучить Мартинеса, синие намерены использовать Лукаку в гонке за 25-летним аргентинцем. План Челси заключается в том, что Интер получит игрока сборной Бельгии, а англичане еще доплатят им за забивного Лаутара. Манчестер Юнайтед всерьез задумался над усилением позиций галкипера. По информации от журналиста Manchester Evening News, клуб хочет нанять специалиста по подбору галкиперов, чтобы определить цель на трансферном рынке. Это все при том, что в конце этого сезона у основного вратаря Давида Дехея заканчивается контракт. Ранее клуб дал понять испанцу, что предложит новое соглашение только с более низкой зарплатой. Дехея выступает за Манчестер Юнайтед с 2011-го. На его место может прийти галкипер Форту Диогу Кошта, также рассматривался вариант с приглашением Унай Симона из Атлетика. Барселона ищет возможности усиления состава на зимнее трансферное окно. Как сообщает Мунадепартиво, в сфере интересов каталонского гранда находится синегальский форвард Николас Джексон, выступающий за Виллереал. Отмечается, что интерес к Джексону также проявляют два представителя английской премьер-лиги – Эвертон и Астонвилла. Николас является воспитанником Виллереала. В этом сезоне 21-летний нападающий провел 19 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. По данным сайта Трансфермарт, игрока пока оценивают в 10 миллионов евро. Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби хотел бы видеть в своей команде защитника донецкого шахтера Николая Матвиенко, которого успел потренировать в прошлом сезоне, когда возглавлял горняков. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, Чайки постарается купить украинца уже в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что защитник интересен другому клубу из английской премьер-лиги – это Лондонский арсенал, который также держит в уме потенциальное подписание Михаила Мудрика из Донецкого шахтера. Мадридский Реал проявляет интерес к защитнику лиссабонского спортинга Педро Порро. По информации источника в 23-летнем испанце, руководство сливочных видит замену для 30-летнего Дани Карвахаля. Действующий контракт Порро со спортингом рассчитан до лета 2025-го. Портал Трансфермарк оценивает защитников 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне Порро провел в составе лиссабонской команды 13 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами. Напомним, что ранее футболист также выступал за Жерону и Реал Вале Долит. В период с 2019 по 2022 защитник формально принадлежал Манчестер Сити, но так и не провел за горожан ни одной официальной игры. Барселона всерьез рассматривает возможность приобретения полузащитника Ньюкасла Бруно Геморраеса. По информации от The Sun, в ближайшее время синие гранатовые хотят начать переговоры по трансферу бразильца. Напомним, что игрок является одной из трансферных целей мадридского Реала. На фоне слухов об интересе королевского клуба, Ньюкасл начал с футболистом переговоры по продлению контракта. Сороки хотят предложить футболисту новое соглашение, по которому он будет зарабатывать около 220 тысяч евро в неделю. В прошлом сезоне Геморраес перешел в Ньюкасл из французского Леона за сумму в районе 40 миллионов евро. Стартовый состав Манчестер Сити – самый дорогой в топ-5 лиг Европы. Об этом стало известно из исследования СИС, оценившего, сколько клубы потратили на футболистов, выходивших с первых минут на матчи национальных чемпионатов. Средняя цена 11 игроков основы Манн-Сити в этом сезоне составила 605 миллионов евро. А вот самый дорогой стартовый состав Сити вышел на матчи с Брайтоном. А вот список топ-10 клубов топ-5 лиг Европы по цене стартового состава. Учитывается матчи национальных лиг до 26 октября включительно. В сумму включены потенциальные бонусные выплаты.